Писатель и доктор, заслуженный врач РСФСР и заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Петр Осипов всю жизнь успешно совмещал творчество с медицинской практикой и научной деятельностью. В Чувашском академическом драматическом театре прошел вечер его памяти. Проклятое племя – спектакль о трагических событиях начала 20 века, которые коснулись и жителей чувашских деревень. Революционные волнения здесь переплетаются с любовной линией. Поставить пьесу Петра Осипова на сцене чувашской драмы решили к 120-летию автора. Режиссер постановки Наталья Сергеева. Ее поразила судьба этого незаурядного человека. Этого человека настолько раздирало между музыкой, искусством и медициной, порой просто поражаешься. В самые тяжелые времена театра он всегда выручал, помогал. Но это из истории ясно, что когда Максимов Кошкинский ушел в Чуваш кино, на выручку пришел наш любимый Петр Николаевич Осипов. Все поднял, все восстановил, все-все сделал. Поэтому не может театр остаться в стороне от его творчества, от его юбилея. В качестве режиссера Петр Осипов поставил на сцене театра 25 пьес. Писал сам и переводил русских классиков на чувашский язык. Благодаря ему зрители увидели «Не так живи, как хочется» «Состровского», «Коварство и любовь Шиллера», «Лекцию о вреде табака Чехова». Петр Осипов и сам выходил на сцену и играл в кино. По приглашению Максима Кошкинского он играл главную роль в первом чувашском фильме «Черный столб». Он воплотил на сцене около 40 образов. От фельдшера из хирургии Чехова до мехетера из Нарспи Константина Иванова. О чем он мечтает, знал, что он очень любит театр, принимает участие в постановках русских спектаклей. При этом творческая работа никак не мешала ему быть востребованным и в другой профессии – медицинской. Петр Осипов заведовал терапевтическим отделением в Чебоксарах. Продолжение следует...